Добрый вечер, друзья! Ждем, когда все присоединятся и начнем прямой эфир Москва-Стамбул. Мы очень-очень ждали, когда к нам выйдет прямой эфир Елены Герасимовы, как раз после мастер-класса Мунира. Вот буквально через пару минут она к нам присоединится. Добрый вечер, друзья, добрый вечер! Долгожданный прямой эфир Елена Герасимова сейчас находится в Стамбуле. И вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот! Оставьте крестики, меня хорошо слышно, видно. Друзья, сейчас присоединится Елена Герасимова из Стамбула. Вот, отлично! Привет-привет, Елена! Надо камеру поставить чуть-чуть подальше. Да, так и еще дальше. Прям дальше-дальше-дальше. Чтобы была не только голова, но и туловище, часть туловища. Нет. Внизу. Так, вот так. И чуть-чуть ее... Да, вот как-то вот так получше. То есть, значит, камеру надо слегка переставить. У меня, к сожалению, может, Настя, ну, упасть телефон. Я сейчас, боюсь, не смогу держать. Нет, сейчас не надо, но надо было на что-то поставить. Поставила. Ну все, отлично. Друзья, долгожданный прямой эфир, долгожданный прямой эфир. Так, Елена Герасимова прямо из Стамбула с мастер-классом у мира. Я все в сторис выставила. Все потрясающе, что-то невероятное. Вот эти вот фуражки какие-то, это же вообще что-то... Ой, друзья, очень круто. Вот, отлично. Просто я прочитала большое количество отзывов с 2017 года, что не выдали сертификаты. Сказали, что пришлют потом. Но это было ужасно, мне кажется. Елена, ждем эмоций. Эмоции захватывают. Меня слышно, видно, все в порядке? Все, мне прослышно, да. Организация была на высшем уровне. Мунир тот человек, который работает от души от сердца. Я высылала... Когда выходила на улицу, там Инстаграм как-то еще мог выложить видео, и поэтому я даже их не просматривала. Ну как черновики высылала себе, Настя. Вот, и я задала вопрос, как ты меня и просила. И, ну, что его вдохновляет, как он заряжается энергией. И он сказал, что церковь София в Стамбуле, которая была православной, потом ее переделали в мусульманскую, замазывали лики. Он очень духовный, душевный человек. И он сказал, что его вдохновляет его работа. И что вы должны любить свою профессию, каждый день приходить на нее с тем, чтобы получать там вдохновение и как бы заряжаться там. У него огромная команда, значит, ну, парикмахеров. Он человек душевный. Мы, помните, был у вас эфир про сервис, мы рассуждали. С Милой, да. Рассуждали про вы. Да, вот, Мила очень права. То есть тут идет такая отдача именно от сердца, от души. Он говорил, что я люблю вас, я как бы хочу вам все показать, но вы должны сами чувствовать, работать и изучать, ну, как бы формулы. И он показал многие техники направления на ближайшее, как бы вот, как он чувствует направление моды, отрашивание, колористики. Было потрясающе. Значит, организация была, как бы, от и до. Высылала, да, у каждого, не как на МК, были у каждого свои столы, номер, место, вода. Значит, выдавали вот такие браслетики. Настя, по твою ответственность, если хочешь, можешь их разыграть. Я могу тебе их передать. Здорово, супер, друзья, хотите розыгрыш браслетиков. Супер, супер, разыграли. Особенно начинающие мастера, я их привезу, и мы, пандеролька же, можно их выслать, да? То есть я в этом ничего не разбираюсь, отдаю, как бы, на свою ответственность. Друзья, хотите розыгрыш браслетиков, пишите. Пишите. Что ещё там было? Вот еда, я посмотрела, что очень красивые столы. Я поняла, что группами разных стран было это как-то разделено. Потом увидела то, что переводчики сидели за стеклянными какими-то, ну вот, в стеклянных штучках сидели. Да. Был, значит, персидский язык, французский язык, русский язык. Так, и был, ну, турецкий из переводчиков. Это вот то, что я сейчас помню. Сидели переводчики, камеры, вот, профессиональная трансляция. Я думаю, организатор турецкий, его друг большой, Мунира, он вот это всё организовал. Мы знаем гостеприимство турецких отелей. Они умеют это делать. Вот, сервис, даже многие повара или вот своих сыновей, ну, как бы отправляют в Турцию, в институт сервиса, потому что считается, что он самый высокий и самый лучший уровень именно в Турции. Так, что было? Значит, мы зарегистрировались, получили бейджики. Вот, ну, здесь моя была фамилия. Ага, здорово. Номер, ряд и место, и все спокойно. Потому что, знаете, парикмахеры, мы же, когда у нас растули, мы быстрее занять что-то, вот, чтобы не было такой толпучки. Был фуршет, мы зарегистрировались, пошли, и вот был потрясающий контент музыка, вот, клипы, вот, то, что я высылала. Очень было красиво. Потом он вышел и сказал, что, ну, как бы, что я буду вам показывать салонный сервис. Он показал 4 работы, 4 модели, и, получается, 2 модели было шатуш и техника шатуш. Остальные 2 он рассказал, что он делал до этого, расцветление какое он делал. И потом было, вот, получается, 4 тонирования, его ферменных тонирования в полористике. Он называл свои цвета марки, и они, ну, как бы, отличаются от разных наших систем колорирования. Но, в принципе, мы понимали, какие пигменты он смешивает, там, зеленый с розовым, или еще что-то, чтобы получить вот этих, в общем, фиолетовое, как, фиолетовое золото, вот такие, в общем, дымчатые, пепельные, очень красивые оттенки. Он, у него есть двойное тонирование, то есть после техники осветления шатуш идет двойное тонирование, ее фирменное, то есть он тонирует красителем перманентом, то есть слабомячным, чтобы парикмахеры понимали, неоттеночным. В разной системе смешивания с оксидом, ну, он держит, там, 5-7 минут вот это тонирование, и за счет этого берет, причем, темный, пятый, шестой уровень для тонирования блондинок, это, то есть низкий, то есть шоколад, но он 5 минут держит, он все показывал эту растяжку, смывает, потом тонирует второй раз, золотом, микстоны он смешивает тоже интересно, и получается, что вот такие вот многогранные, многоуровние оттенки блондинок, и сейчас вот такая тенденция идет, то есть расцветление внизу у лица, по краевой зоне, ну, вот широкий такой пласт, и то, что касается треугольника на макушке, который доходит до челки, потому что у челки еще это вот, ну, расцветляется, там идет более темный цвет, вот он в этот, и растяжка на светлые, то есть когда назад мы убираем, у нас вот все видно, вот эта красота, если вперед, то у нас как бы более, больше темная зона, и кончики уже переходят светлые. Показал блондинок практически от корней технику милирования, я думаю, она сейчас войдет опять в тренд, потому что многие блондинки, как бы некоторые, особенно у кого светлая кожа лица, ну, не могут вот эти отросшие, как говорят, вот корни, ну, как и моды, да, что вы ходите с отросшими корнями, а мы говорим, это шатуш, это артач, вот, он прям вот милирование прям под корень, то есть близко к корню, показал технику, но он показал ее в съемке, потому что это долго, и он только эту модель тонировал, он вчера ее красил и тонировал. И, в общем, тенденции, ну, то есть были блондинки, то есть тенденция будет милирования, тенденция будет шатуш, и шатуш, глубина начеса, как чуть-чуть слегка, близко к корню получается расцветление, и как сильный начешь, чтобы только на кончике мало светлых прядей оставалось. В общем, вот как бы рассказала. А, ну, вот спросили по поводу формул, о формулах рассказывал? Да, он рассказывал о формулах, у него своя палитра, у него, например, 9-12, это зеленый основной пигмент, у нас немножко, у нас единица пепел, двойка в разных консистенциях, другая, поэтому я вам говорю, что он тонирует, грубо говоря, пятый, шестой уровень корня, шоколад или пепел, но держит, причем он тонирует на своей краске, он представил свой краситель. В общем, я хотела купить шампунь, кондиционер, у них продается набор 2 шампунь, 2 кондиционера, и похоже на Аплекс, его вот добавка в его краску. Это стоит 320 евро. То есть я не смогла этого купить, ну, потому что, ну, вы заразделите хотя бы тогда на 6 продуктов, ну, это, а брашинги стоили 150 долларов, не могу сейчас в евро, и набор красителей, по-моему, там штук 7-8 в коробке стоили 100 долларов. Без оксида. Это ужас, это такие деньги. Это маркетинг. Он сейчас будет представлять свою краску во всем мире, хочет вот, благодаря, ну, свой бренд. Ну, как бы, мои ощущения, что этим красителем на европейских он сильно мячный, не знаю, можно ли работать. Но это нужно, как бы, учиться, смотреть, пробовать. И он, благодаря вот у него свой, я забыла, как называется, добавка вот в краску, как плексы, у всех разные, там началось соло-плексы, там есть кура-плекс, кира, ну, в общем, все, или бонда, не помню, ну, вот эти добавки, чтобы был вот все волосы очень ухоженные, блестящие, очень красивые. Работает он быстро. Он буквально, ну, он начинал, но он пригласил команду, потому что он очень много отвечал на вопросы, рассказывал, как вот он работает в салоне, как что происходит, как там происходит сервис, как он подбирает оттенки, и что он говорил формулу. Но у нас был примерный, как бы, его каталог, но его, как бы, так еще футболку подарил всем. Ой, здорово. Вот. То есть я вам сейчас в цифрах не смогу перевести ни на Вэллу, ни на Голдвелл, потому что я работаю на Голдвелл и на Чи, и все равно есть разница в окрашивании, в том плане, что, во-первых, даже цифры отличаются. Ну, трешка, 0,33, вот микс тон, он вторым тонированием тонирует 0,33 микс тон с добавлением там оксида. Это быстро прямо вот просто моется, потом споласкивается. Это второе тонирование выдавливает. Да, он золотой, и у нас он золотой, а некоторые, как мы поняли, ну, вот по литру, вот он рассказал, все, что он показывал, не совпадают с нашими, ну, там небольшие, вот там шестерка, у него есть какая-то девятка, я даже не знаю. Ну, то есть 10, 91, это что? Вот. Ну, вот он сделал свою краску в Италии, он сказал, что я убрал большинство золотых и коричневых, у него очень много, ну, холодного пигмента, у него есть цвет 6 дробь, ну, там точка у него, 6, 1, 1, 1, то есть у нас бывает 9, 1, 9, 12, а у него 9, 111, ну, грубо говоря. То есть надо сначала обучиться у него, а потом закупать у него краску. Я поняла так. Я бы попробовала. Да, что это будет на наших волосах, и я думаю, что он сейчас разворачивается, и будет, как говорится, готовятся колористы, и можно будет прийти на семинар и просто поработать этой краской. Ну, и может быть что-то взять. Елена, сколько стоит семинар? Сертификат выдаёт? Да, выдаёт. Елена, продемонстрирую, можно ещё раз показать, Елена? Да. Семинар стоит 600 долларов, но я вам скажу, что из этих 600 долларов очень много, ну, как бы по сервису, комфорту и подарков, ну, очень серьёзные вещи, и фуршет, что он не просто взял 600 долларов, он, во-первых, эмоционально очень поднял, он как бы вот перевернул немножко колористику в нашем традиционном понимании, что там нельзя, что можно, стоил 600 долларов. И плюс проживание в гостинице. Причём, когда мы вылетали, девушка, которая с мужем поехала, хотела продлить здесь на два дня номер, и он, то есть мы вылетали, номер стоил на два дня 18 тысяч рублей, а здесь им объявили вот два дня последующих 44 тысячи рублей. То есть резко, да, полные, практически полная гостиница, и есть кто просто приехал. Ну, я думаю, это турецкие жители. Не, ну, это шикарная гостиница в Стамбуле, Хилтон, это очень крутая гостиница. Я видела твои видео с номера. Очень, очень. Это недорого то, что мы заплатили. Анечка в России, он почему-то не хочет, не знаю, не проводится, он вообще два года не проводил семинары, он проводил в Австралии, там, не знаю, были эти вот отзывы, и до этого было в Италии. Да, в Италии, в Милане, да. Да. Разговариваем о том, у меня на связи Елена Герасимова из Стамбула, прям сразу после мастер-класса Мунира, вот рассказывает, вот только-только-только она зашла в номер и сразу же с нами связался, я думаю, глотка воды не выпила. Так что, друзья, мы сейчас слышим по поводу Мунира, так что задавайте свои вопросы, Елена, под впечатлением, мы тоже очень сильно ждали Елену. Елена, что он рассказывал про Сириус? Я знаю, что у него есть дорогущий салон в центре Стамбула, где окрашивание у его мастеров стоит 300-400 долларов, я просто не понимаю, не представляю, сколько у него стоит. Что он про Сириус рассказывал? Про Сириус рассказывал он, есть в Стамбуле команда, они выходили, он их представлял, он их обучал, и теперь как бы обученный им тренер, значит, смотрите, какая система интересная, тренер в салоне, кстати, это придумывала, остальные помощники, как бы тренера, тоже профессионалы, и как бы стажеры, 250 человек команда у него, у нас был очень, единственный был минус, у нас был плохой перевод, она не могла, она нам переводила, у нас тишина, потом осветление желтый, можно сделать с волосами кончики, вот так, то есть она не знает, видимо, шатушь, слайсы, вот единственное, но мы все понимали интуитивно, визуально, и он все показывал, все было понятно. у него окрашивание стоит, где-то, да, 300 евро, по-моему, евро, и здесь 340, что ли, от 340 долларов стоит окрашивание, у него мастеров в салоне, там нет, я же объясняла, там есть тренер, он подходит к каждому клиенту, он общается, он говорит, какую технику будем делать, они обязательно делают тест, прядь, они делают, он подходит к следующему, его помощники, они тоже высокого уровня мастера, они делают это все, прайс один, то есть, понимаете, салон он инклюзив в Турции, вы покупаете путевку, приезжаете загорелой, накормленной, хотите там, плаваете, хотите в тренажер, застал идете, вот так, и он подходит, обсуждают работу, там окрашивание, технику, он разговаривает, он говорит, что будет то-то, то-то, такая-то техника, такое-то тонирование, все, они это все, ну, как бы, не знаю, записывать, я не видела такого, но они все это фиксируют и разводят, иногда он сам обмешает краситель, смотрит, разводит, как нужно, и если он... Первый раз такое слышу. Вот, он провел консультацию, все понятно, они начинают делать, он подходит к следующему клиенту, проводит консультацию, потом сам шатуш, как правило, делает он, но у него два помощника, вот эти профессионалы, и может быть, даже такое, вот когда была вторая модель, он начал первый прядь, все он нам рассказал, помощники сделают, и у лица последней, заключительной пряди, он набирает, то есть, ну, он каждому клиенту, вот, с душой относится, с вниманием, в его салоне побывала обучающая группа Соинтера, я вот с ней приехала, я хочу их отблагодарить, они большие молодцы, потому что они бескорыстно просто организуют, они сами поехали, говорят, девочки, парикмахеры, кто у нас там, мальчики, девочки там, кто хочет с нами, да, го, все, и просто, ну, как говорится, у них тоже вот такая подача, от души, без пафоса, без короны, вот то, что мы рассказывали про сервис, отдача будет такая же. Да, Елена, давайте к вопросам, да, расскажите вам поподробнее про технику милирования, очень близко к корням. Значит, техника милирования, которая близко к корням, я обсуждала краевую зону, широкую часть, эту схему нарисовать, то есть он выделяет треугольник большой, его закалывает, значит, челка не, челка остается, вот эту вот часть, и затылочную выделяет, остается, вот эту технику, и такими слайсами, начес там раз-два, то есть небольшой начес, близко к корням сдвигает слегка, и оставший, ну, грубо говоря, подшерсток, вот, который растет, он сдвигает, очень похоже, ну, как бы, эффект как аэртач, но все равно он другой, сдвигает, и вот это полотно красит, то есть практически получается блондин, близко к корню, а на макушке, на верхней теменной зоне, он делает большой, начешь сильной плотную подушку, и уже остаток украсят, то есть там и расцветление получается меньше, и больше прикорневая, грубо говоря, не расцветленная зона. Елена, спрашивают, вот я знаю, у вас огромный стаж опыта, там, по-моему, если не ошибаться, Елена, сколько, более 20 лет? Да, я, так, сейчас скажу, в 96-м году я закончила колледж ВПУ 315, красным дипломом, и у меня была государственная комиссия, что сейчас нет, с тетрадочками, с блокнотиками, и я сдавала классность, я не знаю, когда такое было, ну, с чем сравнить даже, и получила по мужскому, по женскому залу, 4 модели, и все, вот, и потом, значит, я пошла мастером производственного обучения, потому что я заканчивала институт сервиса, и потом я засиделась, поняла, что мне здесь тесно, я сразу была гостинцей на турист, которую сейчас внесли, на Тверской, и окна салона выходили на Красную площадь, это было нечто, я попробовала, как говорится, почему бы и нет, решилась и пошла, меня, конечно, взяли, сначала стажером. Да, Елена, то есть такой огромный опыт, хочется узнать, что нового вы для себя узнали на этом мастер-классе, вот спросили у нас, уважаемая аудитория. Что нового, понимаете, я тут, у меня один парикмахер в инстаграме написал, я, ну, писала, что я иду к Муниру, мне написали, чему можно научиться у Мунира, ну, то есть в инстаграме все понятно, я никогда не еду в поездку или на мастер-класс с завышенными ожиданиями, то есть я, как говорится, делаю нейтральные ожидания, я ехала за эмоциями, но когда ты получаешь энергию, вот близко, ну, как бы общаясь даже с таким переводом, ты все равно свои техники можешь, ну, как бы трансформировать, и ты знаешь, как вот в моей ситуации, что-то сделать, ну, в общем, как сделать более интересных блондинок, как сделать многоуровневое окрашивание, и сколько техник можно предложить, и для каких волос, то есть есть чувствительная кожа, тонкий волос, где может быть начес, и можно сделать, вот как бы небольшой, как он показывал, и сделать шатушь легкий, где-то можно мелированием, слайсами прям делать, близко к корню, без начеса. Я пересмотрела колористику, я буду пробовать с Голд Веллом, и буду, ну, как бы переводить на наш краситель, ну, на наши цифры, и что-то, я почерпнула новое, да, вдохновение, и вообще мне очень интересно, я получила эмоции, добра, вот этой душевности, и как он относится к работе. Здорово. Елена, вот спрашивают, красители Мунира, в чем их преимущество? Он же рассказывал преимущества. Да. Он сказал, что он пришел со своими формулами итальянской краски. Он не говорил бренд, какого он примерно взял, он со своими формулами. Он аммиачный, но сейчас некоторые технологи и химики, технологи по колористике утверждают, что безаммиачный краситель тоже не очень полезный. Я как бы с этим, как бы спорить, где-то поспорить, но вот прям с химиками не буду. Вот. Он утверждает, у него вот эта плекс-добавка, он добавляет его в краситель, то есть он утверждает, что волосы с каждым окрашиваются лучше и лучше. Не забываем, что вот где он работает, ну и Турция, там волосы пористые, толстые, и пигмент, там уровень единица, там сильный красный, оранжевый пигмент. И, ну, то есть, может быть, да, с такими волосами, да, с нашими надо переводить. А, Елена спрашивает, где работает Елена в Москве? Я работаю в Москве в салоне красоты и инфанта на Гарибальде. Так как я вышла, ну, когда вышла замуж, ушла в два декрета, взяла в два детей, я перебралась, как бы, в более маленький камерный салон. На самом деле, он путешествовал. И я работаю, как сказать, со своими клиентами без звездности, без свадебных, потому что, как бы, когда дети росли, я не могу, если у ребенка 39, температура, как бы, отменить свадьбу. Вот, камерный, хороший, очень уютный салон. У нас коллектив очень тоже душевный, поддерживаем политику, все друг друга поддерживают. У нас очень вкусно, кофе, чай, музыка, администратор поддерживает, парикмахер, парикмахер, маникюристы. И у нас, как бы, клиенты очень часто все услуги, даже иногда одновременно, ну, как проходят в нашем салоне. Так, друзья, по поводу видеосеминара. На данный момент это видео принадлежит, естественно, организаторам. Вот то, что Елена смогла снять, то вы можете у меня в Инстаграм увидеть. Но мы стремимся к тому, что в телевидении мы парикмахера собрать все мастер-классы со всего мира на одной площадке. То есть, в ближайшее время вы сможете все это видеть в одном месте приложения мы парикмахера. Я думаю, что скоро и мастер-классы Мунира мы увидим тоже там. Так, Елена, вот вопрос под золото, он кладет коричневый. Жень, привет, спасибо. Всем привет, кто мои. Под золото. Нет, нет, вы меня неправильно поняли. Давайте, кто работает на Голдвейле, потому что я сейчас работаю, я вам проще расскажу. Например, мы делаем шатуш, доводим фоносветления до девятого, лучше даже десятого уровня. Мы моем шампунем, кондиционером, и он разводит, например, шесть беж, представьте, шесть беж это шоколад, а у нас блондинка, например, или шесть на, это вот холодный мы будем делать, то есть это на, сейчас скажу, натуральный ноль один там, ну, или шесть а, ну ладно, шесть один, вот так переводишь, чтобы всем было понятно, на шести процентах и мокрые волосы тонируют корни, через пять минут он чуть-чуть счесывает на длину еще сантиметров семь, и потом это смывает или наносит на остатки длины концов, другой состав уже девятого уровня, ну, например, девять, там один холодный, тоже на шести процентах, это вообще страшно для наших русских парикмахеров, ну, звучит, но он, это все, это все делается в ракуле, вы видели в инстаграме, это смывается, вот полностью, да, тонирование происходит минут семь, десять, но он все смотрит визуально, он видит, после этого у нас может быть на концах какой-то отсадок, например, стальной, пепельный, и он берет микс тон, 0,33, например, ну, золотой, разводит по-своему, не буду сейчас форму говорить, я еще не перевела, и как бы уже, когда смыл тонирование, тонирует он краской, сразу говорю, то есть это не оттеночное красительное тонирование, а краской, наносит этот микс тон, и смотрит визуально, это может три минуты быть, вот, как моет голову, вот этот микс тон шампунем он наносит, и он смотрит, вот пошел, то есть он как бы получается пепельный, но он получается сияющий, то есть на пепел можно золото класть, на золото пепел нет, и, или, если у нас такой прям стальной графитовый, то, я так поняла, как я перевела, кладет 34 микс тон, то есть с оранжевым, но это получается как оттеночный шампунь у него, это вот второе тонирование, я думаю, парикмахерам понятно будет, и очень интересно, он сказал, я хотела попробовать, что у нас или переводчик неправильно переводил, шампунь у него Silver Boost, и он, она нам приводила, что он осветляет, но мне кажется, что он делает мягче цвет, не может шампунь осветлять, но он очень, когда он наносил на волосы, на влажные, показывали в камеру, он, знаете, как перламутром переливается, так, я вот таких не видела продуктов, красиво очень. шампунь переливается? Да, да, на волосах он какой-то, он, он синий, синий, даже синий, он даже не голубой, а синий, и как будто, как будто бы там, знаете, блесток добавили, ну, там сопиты, конечно. волшебство. Да, да, он какой-то, ну, вот я же работаю тоже с продуктами, что-то он туда добавляет, он говорит, что он супер этот шампунь, и то, что вот он, как бы это как второй, или просто он этим шампунем тонирует, когда вот 10-0 блондинка, и она хочет быть золотистой, но с красивым, блестящим оттенком он этим шампунем просто тонирует. Леночка, много из России приехало стилистов, и из каких стран еще? Я слышала Израиль, я слышала Стамбул, это вот в разговорах, из России приехало стилистов, как же вам сказать, кого я видела, ну, по сравнению со всеми, может, немного, но я думаю, человек 20 точно было, было там человек, наверное, 700, я информацию точно не знаю, вот, и были такие знакомые, лица по инстаграму, то есть, стилистов, звездных не было, ну, может быть, я не всех звездная, но были по инстаграму, которые работают в техниках, уже такие известные в инстаграме, любимчики, которых смотрят, парикмахеры смотрят, были такие, все очень красивые, все разные, были и в платках, и просто в лифте вот так ехала со мной, девушка, только глаза, еще на переносице тоже была полоска ткани, но у нее такие красивые глаза, и она в кроссовках просто, вот последний вот тренд, вот в этих вот, как немножко, как с каблуком, даже не знаю, как назвать, и вот видно, что она худенькая, все, и черное, вот такое блохой, и дружное, ну, как бы, когда выходили там, на улицу было солнце еще, там, и все, как-то, вы откуда, where are you from, там, вы оттуда, и все, вы знаете, английский, не знаем английского, но все равно общались, веселились, было, ну, как бы вот, ну, много народу, но я думаю, что это вот его, ну, как бы, больше вот Стамбул, турецкая, Сирия, и что-то, нет, из Сирии не видела, у него ученик из Сирии один, у него работает в салоне, его сегодня не видела, была команда, я вот в инстаграме ее, одного только мальчика видела, я там сняла, ну, как бы, выходили на сцену, можно было делать селфи с моделями, и они так фазировали, что там было вот это все разговоры, и уже вся красная, думаешь, боже мой, может фильтр какой-нибудь, а они очень красивые, высокие барышни, в купальниках, ну, они такие приличные купальники, длинные ноги, и волосы, всех оттенков, каких только можно. Елена, у вас, спрашиваю, сколько стоит у вас стрижка на среднюю длину в салоне? В салоне, да, у нас разные немножко градации цены, у меня стрижка на среднюю длину стоит 3700 рублей, короткую, 3500. У тебя, у тебя, да, у меня, да, 4000 длинная, то есть такая небольшая градация, потому что были такие ситуации, приходит у нас как бы градация до плеч, если касается плеч, это считается длинными, и чтобы девушки, когда большая, 3700 или 4, чтобы не было вот каких-то проблем, у меня, говорит, средняя длина приходит по лопатке, ну в общем, это неважно, мы проводим, мы проводим консультацию с первым клиентом грамотную, то есть находим рапорт, и обязательно, если человек приходит первый раз, мы озвучиваем прайс, что мы будем делать, и потом она спокойно обслуживается, если вдруг какую-то захочу нанести уход, или там у нее сушка после окрашивания корней, я ей подкрутила челку, и там слегка прошлась брашенком по кончикам, чтобы она прилично вышла, как бы из салона, то есть она уже понимает. Уважаемые друзья, Ольчик77, по поводу вопроса, когда начнет работать приложение «Мой парикмастер», а работать, что вам нужно? Если покупать обучение, то в ближайшее время, как только наши основатели упакуют это обучение и начнут продавать, если еще какие-то есть вопросы, пишите мне в директ, я вам помогу разобраться с приложением. Герасимова лучше! Герасимова лучше! Да! Спасибо! Еще, уважаемый Дмитрий, по поводу приложения, пишите мне в директ, и я хочу узнать, какие у вас там... Что не так? Приложение два месяца, вы имеете в виду? Это тяжелее, чем построить завод, IT-продукт. Для того, чтобы работал Инстаграм, сколько лет ушло? Имеете в виду, и для того, чтобы вот это все работало, так сидит более 300 человек. Еще личные сервисы и тому подобное. То есть это огромная машина, это все работает не так, прям сразу. Так что вы имеете в виду. А, ну как там Мунир? Как там Мунир? Мунир, я объяснила, что он человек такой душевный, и он, как сказать, он с благодарностью, причем даже сказала, спасибо вам за то, что вы заплатили деньги за мой мастер-класс. И что еще я задержалась? При выходе была огромная очередь, и там сказали, что будет фотографировать профессиональный фотограф, то есть чуть-чуть его ждали, он вышел, но минут через, где-то минут через 10. Он вышел, и каждый подходил, его фотографировал профессиональной камерой, будет хэштег, это я еще узнаю, где можно будет найти свою фотографию, не разрешали. Я просто не думала, как он всем тот человек сможет сделать селфи, он же был заявлен. Он вышел, видимо, он там, не знаю, я не заметила грима, не знаю, может, припудрили его, он вышел, все, и совсем улыбался с благодарностью, если кто-то обнимает, он обнимается. Мы попытались издалека своих девочек из ТНТР, ну вот, кто мы приехали, из группы, с которой мы приехали, пофотографировать, но будем искать наши фотографии по хэштегу. То есть он реально, 700 человек, рядом с ним сфотографировались? Да. Обалдеть. Он стоял, там было... Нет, нет, он выдержан, ну вот, это нельзя подделать, это идет от души, он не чувствует себя звездой, он говорил, когда парикмахеры задавали такие вопросы, иногда, ну, как мы поняли по переводу, многие, персидский язык, наш переводчик, ну, она знает персидский, так, еще что, французский, то есть она не все могла перевести, не все вопросы, но когда переводила ответы, он мог ответить, что это вам объяснит любой парикмахер, зачем это нужно делать, давайте задавать вопросы, которые вам действительно интересны. Ну, там казалось по... там я, ну, там, грубо говоря, я вот красила клиентку, начала делать шатушь, здесь у нее был там золотой фон осветления, здесь оранжевый, здесь красный, а что вот делать, он говорил, что это не вопросы, такие вопросы не надо задавать. И я думала... Да, Елена, вот спрашивают, как быстро смывается тонировка? Я думаю, что это все-таки относится к мастер-классу Мунира, но я не уверена, что ты знаешь ответ на этот вопрос. Угу. Алена из Сентеры ездила в салон к Муниру, она большая молодец, делала окрашивание. Волос ухоженный, мы ее трогали, по-моему, она, не знаю, тонировалась, она, это был где-то почти месяц назад, она говорила, что она не тонировалась сама, у нее блестящие живые волосы, и я думаю, здесь более глубокий, более глубокое проникновение в хортекс, поэтому, может быть, оно держится так долго. Интересно, Дмитрий там увидел взбитые сливки, спрашивает, а что за взбитые сливки он кладет? Я просто не увидела на видео это. Расскажи, пожалуйста. Это протеиновые капсулы SP, по-моему, Вэлла были, или похожие на них, это как мусс лечебный в пене, во многих, ну, то есть во многих фирмах есть такие пены уходовые, которые потом споласкиваются, то есть это как маска, только в пене. Он спрашивает, вообще непонятно, что такое второе тонирование? Объясняю. После расцветления мы моем голову шампунем, кондиционером и делаем тонирование. Это тонирование мы смываем водой и делаем второе тонирование другим составом. Ага, так, дальше. Вот, вот пишет тоже, сливки, муск, милк, шейк, Италия. Так, пишет, Евгений пишет, он не осветляет, он чистит. Кто чистит? Есть... Евгения написал, да. Я поняла, Женечка, Женя, понятно. Жень, понимаешь, смотря что ты имеешь, там была одна клиентка, он показывал, что она к нему пришла такая золотистая, но он хотел сделать фиолетовое золотое, он сделал, есть у нас называется это смывка или легкое осветление, или очистить пигмент. Он показывал, давал формулу, как почистить пигмент, то есть это легкое такое осветление на мокрые волосы, и потом он ее тонировал вот у нас. Он называл это мелкие вейтонирование, она получилась такая, как-то как розовое золото или фиолетовое золото, но очень красивый цвет, он не теплый, но очень мягкий и красивый. Он вроде бы теплый, но переливается в розовинку, в фиолет. Дмитрий спрашивает, как корни на 6% тонировать? Дмитрий, я вообще не должна рассказывать секреты, я за них заплатила 600 долларов, и поэтому все на карту деньги я вам расскажу. Не, ну давайте. Он потом, секрет я поняла в том, как парикмахер, он смывает тонирование через 5-7 минут, но там тоже есть свои фишки, поэтому быстро проходит сразу внутрь пигмента, он сразу смывает, то есть краситель не работает, как краситель, вот так на корне, но это он, его техника, делайте по своей европейской технике на наши волосы, используйте другие продукты. Да, да, да. Так, сохраните эфир. Да, друзья, сохраняем носок. Ирина, ой, это между собой уже, я чувствую, общается. Скажите, сколько стоит такое удовольствие по поводу мастер-класса еще раз, Елена, сколько стоит удовольствие? Мастер-класс Мунира стоил 600 долларов через организаторов, это официально все платили 600 долларов, и плюс перелеты гостиницы, мы выбрали гостиницу в той, ту же, в которой проводится мастер-класс. Вот. Так, теперь Евгений Кривенко спрашивает, расскажи про техники. Техники, шатушь разные, это нужно видеть, рассказать это ну, как бы не очень просто. У нас в моду входит милирование, я это поняла. я думаю, что оно, да, тут такой контраст, у нас в моду входит милирование, он показывал блондинку очень красивую, чистую практически, то есть сплошную, у нас этого не было, у нас были шатуши, то есть это отросшие, ну, это затемненные корни, и, я не знаю, смотрю, у нас такие парикмахеры, которые седьмую базу делали шатушь, и корни затемняли пятой базой, пятым уровнем, это ужас, потом приходит через три месяца клиентка, у нее седьмая база, пять сантиметров, и пять сантиметров, пятая база, это преступление, всех расстрелять, таких, вот, то есть, поэтому у него были очень красивые блондинки, грубо говоря, как от корня, очень красивыми переливами, но все равно это в технике милирования, с тонированием, и наоборот, мне кажется, это почти как возврат в прошлое, то есть, очень сильная на макушке зона затемнения, то есть, нерассветленная, и внутри волос по уровню гравитации, где падают волосы, ближе к корню рассветления, шатуши, и разные техники начеса, ну, имеется в виду, вот эта подушка начеса, она может быть небольшая, может быть сильно сделанная, и такая, получается, расстояние от корней, рассветления, расстояние рассветления от корней получается достаточно большое, и вот не будем говорить про Бузову, но вот примерно похоже, но лучше, и страшно. парикмахеры России просят, чтобы ты Мунира привезла в Россию, говорят, даже можно в багаже, я привезу, Мунира в Россию, у меня много фотографий, сейчас я вам покажу, вот вам привезут, я вам везу всем Мунира, ой, супер, 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 так, багажи, если не будет перевеса, так, спасибо, выдаются, да, друзья, сертификаты по поводу приложения парикмахера, идея в том, чтобы все сертификаты, которые будут у вас, вы заполняете свой профессиональный профиль, то есть вы пишете о себе профессиональную информацию, то есть как резюме профессиональное, сертификаты вы запрашиваете у тех учреждений, где вы обучались, то есть когда они появятся на платформе, вы к ним будете стучать, если вы увидели, вы учились у Тужилкина, у Илюши, допустим, у колориста, вы к нему постучались в канал выдачи сертификатов, он вас увидел, что вы у него учились, он выдает вам сертификат, он автоматически прилетает к вашему цифровому вот этого, уже слова забыла все, к вашему аккаунту профессиональному, так, добрый вечер, я хотела после милирования, после милирования каким оксидом лучше тонировать? Каким продуктом вы работаете, какого эффекта вы хотите добиться, есть ли седина и что мы хотим, сейчас многие школы тонируют, очень многие школы, на которых я была, тонируют перманентным красителем, очень красиво, интересно и долго держатся тонирование, есть как бы качество, есть волосы, это как материал, если там гипюр, то мы тонируем тонирующими красителями, легко, легкой такой вуалью, чтобы не как бы не повредить материю, вот у меня такие, я очень спрашиваю, как погода? Я немножко ошиблась, холодно, в том плане, что может быть здесь влажно, мы ездили на Босфор, было очень интересно, я взяла тоненький пуховичок, то есть мне повезло, вот я там на фотографиях в жилетке, что я взяла жилетку такую почти, она не маховая, как вязаная, но она все равно, надо было потеплеть чуть-чуть одеться, и я поехала в кроссовках с голой щит, колодкой, вся модная, очень красивая, и немножко замерзала, это было вечером, вот как только солнце уходит, днем, сегодня вот был туман, а вот вчера было такое солнце, было тепло, но все равно курточку нужно, ну хочется ее расстегнуть, было очень комфортно, плюс 12 градусов, когда солнце вообще замечательно. Друзья, Татьяна Суч, уважаемая ведущая, где объем вчерашней процедуры? Не знаю, это я сегодня уже попала на другую процедуру, потому что я утром уезжаю на поезде в Питер, на Невские берега, пришлось уложиться, потому что я так не смогу сделать. Друзья, кто будет в Питере? В Питере завтра я с огромным удовольствием со всеми увижусь, я буду на Невских берегах, я буду для вас вести прямые эфиры с Невских берегов, так что очень хочу со всеми увидеться. Так, Лена, завтра выйдешь мой эфир, расскажешь? Евгений, спрашивай. Евгений, завтра буду в полете на Победе, если долечу. Не, на самом деле там все нормально, но только, ну, как бы не кормят и очень жестко к багажу относятся. Так приятный был полет, так что, как прилечу. Дмитрий, людей, и мы для людей, а здесь было для меня шоу, я почувствовала, как будто бы, вот именно для меня лично было шоу, были очень внимательны, сервис, ну, все, от входа до выхода, все было очень красиво, приятно, комфортно, кофе, там, все журнальчики, водичка, задать вопрос, я подняла руку, он подбежал, там человек, сертификат, другой человек раздает, все внимательно читает, билет проверяет, в общем, я получила, я живу в дорогом отеле, тут лифт, в котором нельзя подняться на этаж, Женечка, у тебя, по-моему, такой лифт, без карточки, прикладываешь карточку, я не могу там просто дойти и подняться, и тогда только нажимаю на свой, карточка от номера, зеркала в лифтах, они какие-то скоростные, здесь 34 этаж, я сейчас закончу эфир, пойду снимать, что там на 34 этаже, у меня подруга живет на 39-м, на Мосфильмовской, я это видела, но вот хочу еще здесь посмотреть, какая красота здесь. Ой, короче, я чувствую, Лена под впечатлением. Да. ага, вот пишет, Олечка пишет, развожу краситель на 3%, добавляю немного шампуня, тонирую в мойке 5-10 минут. Есть такая формула, очень хорошая, очень интересная, все правильно, сделаю такое тоже. Вот он говорит, я не хочу вам давать формул, вы пробуете, он как бы дал идеи, он, конечно, называл номера, цвета, но после этого ты сама думаешь, как бы я сделала на этом красителе, форма очень хорошая. хорошее. Ага, так, слово не поняла, пудровка, пудровка, оттенки умеете получать? Я именно пудровые оттенки получать? Вы имеете в виду, что легкая розовинка, там, золотистый стиль, там, какой-то легкий, чем-то, такой вопрос. Именно я? Да, могу. Да. На Голдвейле, на Чи, там, ну, смотря, какая, что, какой нужен результат, по результату, какой хочет результат клиент, мы смотрим, проводим консультацию, выбираем бренд, продукт, и объясняем, можно ей получить пудру или нет. Ну, вот, Любовь у нас пишет, краситель, шампунем, разный PH, PH, это, я не знаю, это, наверное, не вопрос, это утверждение. Да, да, ну, там происходит реакция, когда окисление, вы просто, там не только это все, да, процесс волос, не забывайте, что там есть медь, приходите на семинары, вот, кто вот с химиками занимается, вот, я от Алены узнала, вот из компании, с которой я приехала, с ней очень много разговаривала, было очень интересно, пойду сегодня на пижамопатии, тоже вчера выходили в прямой эфир, еще раз, она все это очень, она преподает, и поэтому она это все быстро объясняет, и я как бы это понимаю, да, то есть это правильно, но там своя формула, и происходит реакция, именно нужная для волос, и волос ухоженный. Ага, вот спросили вопрос, я начал практиковать, прямые пигменты на мужчинах, как думаете, пойдет мода? Прямые пигменты Голдвелл, или, а, просто на мужчинах, может, а почему нет? Я здесь не видела, вот, честно, сколько было парикмахеров, ни одного не было розового, оранжевого, дай танк, да, наш любимый, была одна девочка, только вот осветление, и темно-синий цвет прямого пигмента на волосах. На мужчинах, почему нет? Молодые, красивые, ухоженные, даже там банкиры, как говорится, всегда приятно работать, особенно те, кто продают, маркетологи, должны быть с модными, почему нет? Они же, ну что там, даже если на темных волосах синий прямой пигмент, что там будет? Он просто будет блестящий, волос как бы прохладный. Вот, Ирина говорит, Леночка делает укладки, которые держатся несколько дней. Это, это очень ценно. Леночка, я к тебе приду, потому что я, мне надо, чтобы держалась несколько дней, это очень ценно. Хорошо. Так, больше было сервиса или все-таки знаний? Ха, все, это, был процесс в его салоне, у него, просто, я так поняла, что у него, грубо говоря, на 11 записей, на 5 часов записей, на 11 приходят клиенты, вот он проходит, назначает процедуру, то есть сервис, выполняется работа, в которой он участвует в каждой работе, как-то там, полностью, не полностью, он участвует, все остальные, его команда, у него есть команда, которая его любит, обожает, он очень интересно делает съемку, он все делает сам, он, ну, потрясающий, то есть был полностью сервис, то есть бери, учись, как, что делать, ну, как, техники, все показывалось на больших телевизорах, пожалуйста, бери, сразу все применяй, потом идет тонирование, матье, там укладки, вот они вышли, все красивые, очень обликающие. Да, то есть и сервис был, и знания. Так, а сколько часов занимает сложное окрашивание у Минира? И сколько у него ассистентов? Ну, тут говорили про какое-то большое количество ассистентов? Нет, у него в Бейруте, да, там у него, по-моему, я не помню, перевод был, по-моему, вот здесь, в Стамбуле, у него 250 человек команды, и вот главный как бы его ученик уже является вместо Мунира, он выходил на сцену, который вот руководит процессом, а там у него поменьше команда, он хочет сделать мировую команду, везде открыть как франчайзинг. То есть у нас был от Сарбашева там один парень, его, как сказать, друг, который тоже, видела я его в эфирах, он задал, после того, как я задала свой вопрос, я его так придумывала, как бы понравился тем вопрос, он сразу говорит, а возьмите меня в свою команду, причем он прям, он не умел сформировать, ну, мы когда нервничаем по-русски правильно, она неправильно переводила, мы уже ему кричим, говори проще, возьми меня в команду, потому что он начал так, ну, парикмахер, мы же все хотим сразу сказать, и он говорит, что я буду делать по всему миру команду. Супер. Ну вот идея, кстати, у моих парикмахеров, у нас гениальный владелец всей вот этого, всего того, что он придумал, идея в том, друзья, чтобы брендировать не салоны красоты, а брендировать мастеров, вот, то, что говорит мой мир, то есть давать бренд мунира, это как звездность, да, но звездность давать не салону, а звездность рукам, мы к этому придем, я в этом уверена. Так, вот, это правильно, да, откуда вы узнали про мунира, и как вы с ним познакомились, вопрос. Я подошла из-за угла, говорю, мунир, привет. Привет, я хочу все на мастер-классы. Да, я парикмахер более 20 лет, появилась такая, как бы, сейчас будет платформа, мы парикмахеры, в инстаграме, естественно, я подписываюсь на интересное видео, фото, я всегда смотрю что-то, на системы, хожу учиться к разным преподавателям, и не суперизвестным, и интересным подход, то есть сначала смотрю, знакомлюсь и прихожу, и вот в начале эфира я говорила, что из Центера девочки, я тоже у них проходила обучение, они как бы везде тоже обучаются, и потом это все собирают, упрощают, что за два часа, например, у них там большая, очень плотная запись, очень много мастеров, им нравится вот эта вот мунировская, как сказать, подача, вот эта вот от сердца, от души, что там нет такой конкуренции, все друг другу помогают, и вот у них вот и увидела, что они едут, они сначала к муниру поехали, потом туда в салон берут, и сняли очень интересные прямые эфиры, там все посмотрела, и они сказали, девочки, мы едем на Стамбул, и у мунира я видела Стамбул реклама, но я не могу по-английски, там надо написать, регистрировать, рассказать, это все непросто, поэтому когда есть помощники, и это здорово, я просто вот, я люблю таких людей, вот, я тоже если что помогу, давайте вопросы по поводу мастер-класса, пока Елену мы тут не отпускаем, а то ей надо тоже там на патси сходить, да, да, без мутия же, по поводу мастер-класса, и мы закругляемся, чтобы отпустить Елену, так, пока вопросов нет, друзья, еще раз напоминаю, ага, вот сейчас как раз вопрос, друзья, еще раз напоминаю, сегодня ночью я еду в Питер, я второй раз в жизни в Питере, первый раз в жизни еду одна, ой, смотри, еду одна на один день в город, который не знаю, так, время заканчивается, так что я буду рада вас увидеть на нескольких берегах, ага, я иду на Сарбашево, кто со мной, так, друзья, время заканчивается, Елена, огромное спасибо, Елена Герасимова, в прямом эфире сегодня, сразу после мастер-класса Мунира, из Стамбула, вышла с вами на связь, Елен, прям благодарю от всей души, потому что было прям очень-очень круто, я сегодня целый день ждала этот эфир, я тоже, нервничала, да, кто чего, не, нервничать не надо, просто реально были крутые сторис, вот то, что ты мне все присылала, и отель, и организация, и большие экраны, было все очень круто, особенно фуражка, да, я ее привожу, я видела молодые люди, там в фуражках тоже стояли, да, там много, всем были фуражки, будем разыгрывать, где они, браслетики с Муниром, это к Насте придумает, как я ей передам, как-то, три браслета, Настя, Питер очень хороший город, я желаю, как говорится, передаю эстафету, тебе примет хорошо, там любой тебе поможет, очень приятные люди, душевные, так что не бойся, это все, когда ехать до Невских берегов, у меня две проблемы, любого останавливаешь, все просто доброжелательно, все покажут, чуть ли не проводят, все, друзья, спасибо большое, время заканчивается, я рада была видеть, пошла отдыхать, готовиться к Невским берегам, Елена, хорошей посадки, хорошего перелета, и потрясающего, и пово-пати, спасибо, все, люблю вас, люблю, целую, до завтра, друзья, пока,